Всем привет! Сегодня мы рассмотрим матч Динамо-Панчево РАД. Всего несколько дней футболисты клуба Динамо-Панчево имеют на подготовку к следующей домашней встрече, которая пройдет 8 ноября и соперником будет футбольный клуб РАД. Зрители займут свои места на трибунах до 15 часов 30 минут по московскому времени. В этом сезоне уже была одна игра между командами, где гости нынешней встречи вели с преимуществом в два мяча, но в итоге все завершилось ничейным результатом со счетом 3-3. На прошлой неделе футбольный клуб Динамо-Панчево потерпел уже седьмое поражение подряд, так что главный тренер подал в отставку, а временно руководить командой будет его помощник. Ранее он никогда не практиковал самостоятельную работу, хотя имеет богатый опыт помощника, в этом матче ему предстоит переломить серию неудач и не допустить очередного поражения. Итак, последние результаты привели к тому, что хозяева опустились в турнирной таблице на 8 строчек и сейчас располагаются в шаге от зоны вылета, опережая ее только на 2 очка. На своем поле футбольный клуб Динамо-Панчево выступает посредственно, намного больше потерпев поражений, чем одержав побед, самым слабым звеном команды выглядит нападение, которое очень редко поражает ворота соперника. Не смогут выйти на поле в данной игре центральные правые защитники, а также атакующий полузащитник. Из-за нынешнего турнирного положения футболисты клубы РАД потеряли уже всю мотивацию, так что настроены до игровой сезона мыслями уже в отпуске. 12-я позиция в чемпионате позволяет не беспокоиться командой о своей прописке в данном дивизионе, а до Еврокубков расстояние в 15 очков, которое уже никак не получится преодолеть. Так что, в последних матчах футбольный клуб РАД очень часто дарит очки сопернику, особенно это касается гостевых поединков, где команда проигрывает уже четвертый тур подряд. Главный тренер также никак не способствует улучшению результата, а начал проводить постоянные эксперименты, выпуская на футбольное поле игроков ближайшего резерва и молодых футболистов. Сразу три полузащитника сейчас находятся в лазарете команды, так что не смогут выйти на поле в данном матче, спортивные аналитики очень уверены, что в футбольной встрече Динамо Панчева рад сильнее будут гости, так что советуют сделать ставку на их победу. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!